Аномальный теплый март позади. Погода в первый месяц весны была на 6,5 градусов выше нормы. Такое случалось только дважды за всю историю метеонаблюдений в Красноярске. Каким будет апрель, сегодня рассказали синоптики гидрометцентра. Подробности далее. Март отстал от абсолютного рекорда 90-го года всего на 0,1 градуса. Больше таких аномалий в первом месяце весны в Красноярске не случалось. А вот апрель по предварительным прогнозам будет теплым, но без температурных рекордов. Всего на 1,5 градуса выше нормы. Достаточно теплое будет начало, потом небольшой спад и следующая волна относительно теплых характеристик. Это в районе где-то 20-го, 18-го, 20-го числа. И немножко ниже нормы будет уже конец апреля. Ну, где-то с 26-го примерно числа до 30-го. Ну, а теперь по порядку. Первая неделя будет теплая и завтра самый теплый день. Плюс 15 градусов, обещают синоптики. Затем температура будет немного снижаться, но ночью держаться на отметке около 0, плюс 3 градусов. Выходные тоже будут теплыми, около 12 градусов тепла. Ну, а со среды специалисты прогнозируют дожди. В начале второй декады с 10 апреля будет небольшое похолодание. Но к середине месяца воздух станет прогреваться до 15 градусов тепла. Однако стоит учитывать то, что синоптики прогнозируют, что апрель будет ветреным, как сегодня. Когда днем тепло и очень тепло, а потом похолодание. Ждите шквалу. Вот первый шквал мы ожидаем в среду. Если, так сказать, вот в период предположительно такого шквала вы будете сжигать мусор или будете сжигать трубу, все, вы не поймаете ничего. Третья декада апреля будет самой прохладной. Среднесуточная температура всего около 3-5 градусов, возможны заморозки. Также синоптики прогнозируют, что в апреле будут сильные магнитные бури. Метеозависимым людям нужно быть внимательными 12, 13 и 18 апреля. Они могут почувствовать слабость и сильную головную боль, следует запастись таблетками. Но синоптики не отрицают, что погода у нас капризная и все еще может поменяться. Елизавета Мерзлякова, Дмитрий Комаров, 7 канал.